Симонта, Симонта. Знакомая. Надо посмотреть по срокам ожидания. Мы заказывали у нас Симонта. Посмотрел результат опроса? Да. Тебе что-то сказали? Ну, полукунный клещ меньше всего. Я думал, что трипс будет проблемой, но вот проблема белокрылка. Еще интересно, знаешь, понять, сколько теплиц. Ну, я понял, трипсы, белокрылка на первом месте, грубо говоря. Я тебе потом результат тестерни пришлю. Да, я вижу. Потом он как-то очень двигался по мере, как люди подключаются, очень сильно менялся. Так что давай тогда, значит, перейдем тогда к основной части. Все это я закрываю. Да. Значит, это мы все закрываем, все результаты, все мы потом посмотрим, обсудим. Ну что, давай на свою главную. У тебя основная, нет? Это, наверное, конец у тебя, да? Я не знаю, у меня вот основная. Вот, вот, все, вот, да, отлично. На экране, уважаемые участники, на экране видно только поле презентации? Да, только поле презентации им видно. Только поле презентации. Я чат не закрываю, чтобы видеть ваши вопросы, но так как я буду отвлекаться сильно на вопросы, я на них не буду отвечать. Возможно, блоками. Заканчиваем блок, и потом на блок отвечаем. Все, договорились. Давай, я еще раз тогда, давайте представим, ну, представление, наверное, уже не нуждается. Владимир Мошкин, директор по развитию компании биозащиты. Свою тему он озвучит сам, он тут принялся еще расширить свою тему под вас, учитывая ваше тестирование, которое мы провели, опрос. Поэтому давай, час у тебя есть, там плюс-минус вылезешь, ты знаешь, что у тебя есть небольшой там запас, поэтому удачи. Спасибо всем, кто подключается к нам, надеюсь, еще больше подключится, это только начало у нас. Так что давай, удачи и вперед. Да, спасибо большое, Сергей, за мероприятие, за организацию. Всех приветствую. Всем желаю, вот, видишь, пошел это, взбиваться. Вот только что общался, нормально было. Буду рассказывать практический опыт, как мы боролись тут абсолютно еще с 2010 года. Сейчас, вкратце, презентую компанию. То, что я буду рассказывать, на самом деле, это не лично мой опыт. Ну да, в какой-то части он лично мой, но у нас в компании работает 23 технолога. И мы сотрудничаем плотно с, как минимум, 8-10 защитниками, которые общаются. И вот этот опыт, который будем делиться, это как раз энергия, экстракт. Я постарался его как-то структурировать. В то время, когда начиналась компания, мы поставили ставку на консультирование и обучение. Вот за счет того, что, когда мы начинали учить, на самом деле, мы не так учили других, как на самом деле учились сами. Потому что, когда ты готовишь презентацию, даже вот эту, ты ищешь, структурируешь, и к тебе приходят какие-то вот такие идеи. Ага, вот оно как. Поэтому, подготавливаясь и обучая клиентов, мы очень сильно учились сами, и поэтому получился как бы очень положительный результат. Ну и большое преимущество, это прям самая главная основа всего нашего, это собственная биолаборатория, которая производит насекомых по запатентованным технологиям. Мы привлекаем самое передовое оборудование и делаем по, как мы там, по селекции, по генетике участвуем, что насекомые получаются с высоким индексом прожорливости и плодовитости. Отдельно большое спасибо нашей команде логистов, потому что у нас несколько машин, они оборудованы, водители возят, знают личные комбинаты, знают, куда ездить. В принципе, за три дня мы доставляем по всей территории насекомых, потому что доставка насекомых – это 50% их успеха, в том числе в контроле туты. Макролохусы мы используем, это самый привередливый такой вид энтомофага, он всего-то там живет 20 дней, если он в пути будет 10 дней занимать, он пропустит самый классный период, когда самки больше всего могут откладывать яйца, ну и популяция будет уже развиваться. Вот, залог в принципе в этом. И черпаем основное вдохновение и знания мы из биосферы, потому что в команде в основном большое количество у нас биологов, экологов. Мы в свое время прониклись природоохранными тематиками и любим выходить на природу и наблюдать. Поэтому вот эти все технологии черпаются из опыта, который создала природа на протяжении тысяч и миллионов лет эволюции. Потому что химия на самом деле – это 100 лет эволюции, которую сделали ученые, в которую мы сейчас работаем. Даже, наверное, не 100, а 50 лет. Потому что массовая пиститизация, ну, как это сказать, плановые химические обработки начались в 60-х годов. Когда появился дуст и все остальное, агрономы, неважно, есть у них вредитель, нет, поле это, теплица, они работали, если это госструктуры были, по определенному протоколу. Если они, не дай бог, от него уходили, то это чуть ли не уголовная ответственность за срыв и подрыв безопасности нации. Поэтому по всей площади, на всех полях, согласно регламенту, травили химии и убивали непонятных на тот момент вредителей. Если они или нет, неважно, был регламент. Но таким образом создали себе вредителей. В 2010 году лично я столкнулся с тутой. Она, может, и раньше появилась, но я только что рассказывал про… Как это было, не буду рассказывать, что я рассказывал. В 2010 году мы столкнулись с тутой. И первое, что начали делать, все – травить химией. За биологию особо никто не думал. Про феромоны тоже начали их там тестировать, но не понимали, какими работать вообще. Кого они ловят, куда их вешать, что с ними делать. Ложили в эти емкости, они намокали. Мы ждали, что они будут работать, эти феромоны. Потом оказалось, что их ни в коем случае нельзя трогать руками, потому что жир их портит. Они не должны намокать, они не должны вымазываться в клей, потому что это все влияет на их эффективность. А биология вообще чисто случайно определилась, потому что в 2010-2013 году на многих комбинатах к концу оборота была такая картина. И это была реальная проблема. Сейчас такая ситуация есть в Дагестане, в Запорожской области, в Каменке, в тепличных поселениях. В профессиональных теплицах такой ситуации нет. Ну, по крайней мере, мы нигде не виделись, не сталкивались, потому что очень большой ассортимент. А в 2011 году, вот пример, чтобы подтверждение того, что было. Видите, это фотография, 2011 год. Мы выселяли против белокрылки макролофуса. В 16 мая у нас уже пошли личинки и шкурки. Вот шкурка, вот личинка, тут фотография не плохо фотографировала. Уже через два месяца, 15-го числа, на других площадях была такая картина. А на нашем вот этом тестовом участке 3-го сентября были зеленые помидоры. Все это, я эту фотографию делал не потому, что тут что-то технологически. Я был молодой зеленый, и я увидел большие помидоры, и я их сфотографировал. И очень хорошо, потому что у меня в архиве осталась фотография. Потому что в основном я фотографировал всякие там гнили, еще чего-то плохое. В принципе, как у любого агронома в телефоне. Хорошего там мало. В основном какие-то болячки, поломы, какие-то недочеты. С 10-го года химия очень сильно начала, ну вообще система защиты эволюционировала. Химия у нас перешла в сторону совместимой химии, стимуляторы, микроорганизмы, вирусы. А биогенты перешли в совместимых энтомофагов, это которые, как трихограмма, я буду про нее рассказывать. Ей все равно, работает у вас химия или воинобиология, она вылетает с карточки, как камикадзе, убивает одно-два яйца, может питаться ими, может паразитировать на них. Но химический фон для нее, ну разве что там какой-то ядреный, там Нуралде, Толстары всякие будут убивать, которые на дыхание действуют. Но системные, такие как конфидоры, ей все равно, потому что контакта с растением нет в цикле развития этого хищника. И дезориентаторы. Это очень сильно, ну как бы высокие концентрации феромонов и другие вещества, которые есть еще сейчас, репелленты, отпугивающие вещества. Вот. Поэтому на данный момент защитник находится в ситуации в 2020 году, когда у него очень большой ассортимент на самом деле рычагов управления. Он может сидеть в кабине, двигать этими рычагами, какие хочет. Но проблема в том, что есть также самое множество стратегий и множество экспертов, которые рассказывают, как чего делать. И очень высокая нагрузка, потому что рынок увеличился чуть ли не в два раза. К нам пришли совершенно новые технологии, новые тепличные комбинаты, и это все надо адаптировать, и это все ложится на плечи защитника или главного агронома. И когда у него есть положительный опыт, как бороться с тутой, он как бы по вот этой натоптанной тропе идет, идет, и он никуда не уходит особо, потому что ну зачем куда-то идти, если и так все хорошо. А тендерная комиссия, вышестоящего руководства и все остальные, они еще трубку сужают и сужают. Они постоянно говорят, делать дешевле, надо сэкономить, надо еще, урезаем бюджет. Три особи макроловца сработало, значит сработает две, давайте делать две. И у нас получается колья, вот такая, как на фотографии. И ее сужают, сужают, сужают. С одной стороны, система хочет все экономить, экономить, купить дешевле, неважно какое качество, там сидят девушки, которые заполняют тендерные комиссии, и они банально сравнивают прайсы, делят количество на цену, и все. И они не учитывают все остальные параметры. У них один параметр, и потом ставят перед фактом защитника, какой продукции работать, это проблема. И есть привычки защитников, которые, ну, как бы колья привычек, не хочет, но это в принципе зона комфорта. Проблема в том, что в любой момент может пойти дождь, и наша вот эта колья, которая была эффективной, рабочей, она может превратиться в липкую грязь, грубо говоря, как на этой фотографии, и мы приедем в тупик, и нам нужно понимать, куда мы двигаемся, и какие-то другие рычаги использовать. А если мы до этого и шли по одной и той же тропе, то мы, в принципе, не знаем, что у нас влево, что вправо, куда идти, что хватать. Мы начнем звонить всем подряд. А у нас сейчас очень много, как бы, друзей, которые готовы вам все продать, когда у вас проблема, и надавать кучу советов. Поэтому, ну, первый мой главный совет – это тестируйте новое постоянно и проводите опыты, потому что все комбинаты разные, и, как вам сказать, опыт одного комбината, он может не работать у вас. Вам нужно нарабатывать ваш личный опыт. Я здесь не поставил, тут бы классный был слайд, я говорю, надо, биоконтролер. Вот он как раз аккумулировал бы информацию комбината и вашу информацию. Так, почему это надо делать? Потому что источник проблемы остался. Вот та фотография, которая была в 2010 году, как она съедала, оно продолжает, такая ситуация быть. Есть парники, есть большие тепличные комбинаты из маленьких теплиц по 1000 метров квадратных, где люди между собой не общаются. Кто-то услышал одно, кто-то услышал другое. Они не хотят на данный момент объединяться в кооперативе и комплексно решать проблему. Им проще вначале думать, что у них все хорошо, а когда начинается проблема, бежать в ближайший магазин и каждый день носить туда деньги и тратить на самом деле намного больше на химию, чем они могли бы потратить на вот эту комплексную защиту, просто изначально продумав ее детально. Да, она дороже. Когда ты делаешь профилактики, ты со старта тратишь больше, но зато потом ты получаешь больше урожая, больше здоровья, больше свободного времени, куча плюсов. Поэтому так как мы находимся на одной планете, вот как там, да, наше вдохновение, то проблемы у нас тоже общие. И тут абсолютно она в принципе общая. Если у вас сетки на комбинате не стоят, то ваша популяция вредителей – это не только то, что внутри теплицы, это то, что и за пределами этой теплицы. И вот это является проблемой, потому что если вы сделали обработку, и вам кажется, что эффективность там 90%, но нет, эффективность 10%, потому что если вы нарисуете в тетрадке квадратик и обведете вокруг него все квадратики, у вас получится 9%. И эффективность обработки – самое идеальное вашего одного квадратика, с учетом всех остальных, которые вокруг, ну, она вообще ни о чем. Потому что они через день, через два начнут прилетать и откладывать ядь. Так, второй совет. К сожалению, у нас такой на данный момент нет, компании и ресурса. Но в Европе как раз вот эта Альмерия, где главная кузница вредителей. Представляете, сколько там сотен тонн выливается ядов. Вот, люди понимают источник проблемы, они пытаются учить этих людей, они рассказывают, какими группами работать. Они для них разделили препараты и действующие вещества по принципу действия, на что именно действует яд. И учат их работать окнами. Там, три обработки по одному процессу жизнедеятельности вредителя, потом три обработки по другому процессу жизнедеятельности, так, чтобы хотя бы 60 дней вот эти окна не пересекались. Чтобы у вас хотя бы несколько поколений проходило и не закреплялась резистентность. У них на сайте, запишите этот сайт, у них есть там трехминутное видео, как работает резистентность. Потому что многие считают, что они смешали вот лучше там один препарат, потом на следующую, там через 7 дней другой, через 7 дней другой. И так не будет резистентности. Наоборот, так только будет резистентность вырабатываться сильней. Потому что нужно препараты использовать, как мы пьем антибиотики. Мы антибиотики пьем 7 дней, строго, в 12 часов, изо дня в день, для того, чтобы у нас в крови, в лимфе было количество антибиотика, ДВ-шки, летальное для вируса или бактерий, ну не для бактерий, для гриппа, против чего мы там пьем. Вот то же самое используется по препаратам. Мы один раз сделали, у нас погибло 60% популяции. Через 7 дней мы тем же препаратом еще раз сделали, у нас опять погибло 60% уже от тех 40. И потом мы еще раз через 7 дней делаем, и у нас опять погибло 60% из тех оставшихся, там сколько это было, там 30. И мы, грубо говоря, пришли к 15%. Да, они там размножались, но мы одним препаратом сняли популяцию на 15%. И потом мы уже другой препарат, и опять же, только здесь у нас ушел месяц, и мы к этому препарату возвращаемся через 2 месяца по-хорошему, чтобы дети вот этих вредителей и их внуки не контактировали опять с этим действующим веществом, а даже лучше с этой группой, потому что резистентность закрепляется генетически. Если у вас одно поколение проконтактировало, второе поколение проконтактировало, третье поколение проконтактировало, и оно закрепляется в памяти генов. А если оно не будет, ну, грубо говоря, одно поколение проконтролировало, потом несколько не проконтролировало, и потом опять оно не будет закрепляться. Также в гене, в генах вредителей, даже особо опасных, есть гены слабости. Когда начинаем использовать биологические методы, у нас насекомые, постоянно слабые, не убиваются химией, у нас появляются, рождаются и слабые особи, они спариваются и сильными, и у нас популяция становится более доброй. Ее потом с ней легче бороться. Так, чего там дальше? Это пример на Ирак, как они классифицируют. У них очень богатая база данных. Там файлы, презентации. Вот сейчас дальше будут идти несколько слайдов. Это я взял из них не презентации, перевел. Как раз вот это группы, действующие вещества, карраген, бэлт, веримарк, они все из 28-й группы. Потом трейсер, ну, спиносадовая группа – это пятая, а вермитиновая, проклеим, это шестая группа. Еще у нас есть вот стюард, 22-я группа. Надо чередовать. Еще появился фантом, и сейчас появился очень хороший препарат. Реально спасение – это тутовир. Вирусный препарат на основе бакулавирусов. В свое время спаслись подобным препаратом от белоамериканской бабочки. Они в прошлом году на самой важной, самой крупной конференции международной по биологической защите, где собираются все – Копперты, Биобесты, ну, все компании, которые занимаются биологией. То Андерман БиКонтрол взял первое место, и они получили вот за этот препарат, за тутовир, за разработку. Это номер один в мире вообще биозащиты в научном по эффективности, по перспективности, по пользе. Вот. Для того, чтобы контролировать туту, нужно очень хорошо понимать ее биологию. И первое, что мы должны понимать, что цикл развития у нее проходит в трех фазах. Почвенная фаза, воздушная фаза и растительная. И надрастительная яйца. Поэтому нужно понимать сроки, количество. И сейчас следующие слайды как раз пойдут вот с Ирака про цикл развития. Оно как-то перескакивает. При 14 градусов занимает 76 дней, видите. При 27 градусах – 24 дня цикла развития одного поколения. За сезон усредненно считают 10-12 поколений, что тут абсолютно дает. Цикл развития, вот тут выделил. Минимальная температура активности – 4 градуса. У нас на улице потеплело плюс 4, все, у нас уже тута может залетать в теплицу. И самки откладывают до 300 яиц. От 50 до 300. Там слайды будут почитать. У меня просто много слайдов, я их детально. Термический порог для развития личинок – это когда у нас личинка может развиваться в теплице. Потому что важно, чтобы она могла есть лист и развиваться. То это от 10 до 35 градусов. Вот это такие пороги. 10-13 и выше она пошла развиваться. После 30 и после 35 уже как бы проблемки у нее. И точки переохлаждения, как оказывается, минус 18, минус 16, минус 17. В принципе, они нормально вот эти пороги переносят. Поэтому и в южных регионах, где нет сильной зимы, она прекрасно себя чувствует. Помните, даже если это какой-то Новосибирск, где минусовая температура, или еще дальше там, где еще холоднее, у вас вокруг теплицы все равно будет тепло. У вас все равно будут какие-то сорняки. И даже под снегом там не будет этих минус 16. Поэтому перед зимой надо очень детально все вычищать. Чем чище у вас будет территория вокруг комбината, тем меньше перезимут там бредителей. Потому что если растение может перезимовать, значит на нем может перезимовать и насекомое. Все вот эти данные, которые написаны, это научные данные, там вот есть ученые написаны, это в 15-м году он посчитал. И на каких растениях он это проверял? Он же не проверял это на сибирском какой-то там крестоцветном сорняке, у которого определенная формула аминокислот в листе. И когда им питаются вредители, то скорее всего оно может быть и по-другому вообще зимует. Так, дальше. Второй важный момент. Раньше я считал, что если самка не оплодотворена самцом, то она не откладывает яйца. Оказалось, прочитав информацию, что все-таки она откладывает, просто меньше. И смертность этих яиц до 60%. А обычная естественная смертность, если есть оплодотворение, 25%. Это сколько яиц просто погибают или высыхают, это их не съедают. Это вот просто отложили, а оно как бы не получилось, так говоря. Поэтому есть проблема. Тут абсолютный портенгинез есть. И еще очень интересно, что 90% яиц самка откладывает в течение 4 дней жизни. Вот когда она из куколки родилась, она начинает откладывать. 90%. Представьте, 300 яиц она откладывает. То это выходит 270 яиц за 4 дня. А при высоких температурах развитие у нее получается 20 дней. И тут не идет так 20 дней, 270 яиц. 20 дней, 270 яиц. Нет, оно идет каждый день куча яиц, потому что к моменту, когда идет проблема, у нас уже поколения перемешались, у нас постоянно рождаются, рождаются, рождаются и откладывают, откладывают. Так, идем дальше. Тут тоже диаграмма зависимости от температуры, цикла развития. Ой, не туда классно. Где мы? Это было бы вот. Так, пока понятно все. Давайте я чуть-чуть остановлюсь. Поставьте плюсик, если до этого все было понятно. Да, спасибо большое. Я вижу. Потому что, смотрите, я, в принципе, чат вижу, мы потом дальше отдельно его, наверное, прочитаем. Посмотрим, потому что я сейчас увлекаюсь, могу упустить вопросы. Все, спасибо. Спасибо, я вижу плюсики-плюсики. Нормально. Так, идем дальше. Описание тут это и так все знают. В принципе, не надо, мало. Как определяю я лично по воту-то абсолюте? Разрываю минус, смотрю на гусеницу. Если я вижу вот эту характерную черную полосочку над головой, то я понимаю, что это тут абсолютно. В принципе, в регионах, где идет проблема, где люди заражают химией, они мне уже звонят по телефону. Я им когда говорю, вы понимаете, что у вас может феромон не работать, потому что у вас не тут-то, а, допустим, картофельная моля какая-то другая. Он говорит, да, они у нас действительно разные летают. Мы тут уже увидели разных четыре вида. Вот это виды бабочек, которые похожи на тут-то абсолюты, которые тоже могут вредить томату. И они тоже минеры. Поэтому нужно понимать, что могут быть другие. Это важно при выборе тех же феромонов. И главная стадия – это яйцо. Сейчас будет следующий слайд. Я объясню, почему нам в первую очередь нужно бороться с яйцами, чтобы не было этой стадии на культуре. Давайте представим. У всех у нас есть теплица, и это определенная площадь, и все, что рядом с ней. И вся совокупность стадий развития – яйцо, личинки, куколки. Это все называется популяция. И популяция, оказывается, бывает разная. Есть развивающиеся популяции, стабильные и вымирающие. И когда… Давайте подумаем, какая на данный момент у вас популяция. Я думаю, что в основном в промышленных теплицах вымирающая популяция. Потому что у нас активно используется три… Ну, трихограмма нет, неактивно она еще используется. Макролов используется активно, который поедает яйца. Тутавир используется, уже начинают его тестировать, который заражает всю популяцию. Нематода – это почву, я ставил, как дезинфицировать. В теплицах нематоды нет. Ну, как есть, против трипса ее используют. Почвы нет. Феромоны активно и дезориентаторы, которые не дают спариваться самцам с самками. У нас 60% яиц погибает. Это к вопросу, почему только один из анет не может взять и контролировать все. Потому что даже если самка не оплодотворена, она откладывает все равно яйца, и из этих яиц будет 30% популяции, но ослабленные. Ну, и сетки, ловушки тоже на многих комбинатах стоят, поэтому сдерживают миграцию вредителей. Но вот эта пирамида, если мы посмотрим, допустим, начало оборота любого, то у нас в теплице присутствует миграция, и мага прилетают, какие-то бабочки, и куколки, может, где-то упали, где-то там спрятались от нас, ну, не убила их ликвидация. Яиц и личинок нет. Даже если они есть, ну, пусть себе рождаются и едят пластик или что, потому что растений нету толком, только рассада. Если у нас рассадного уже приехало туда, то это вопрос, конечно, серьезный. Это значит, что вы в группе риска, и у вас проблемы вокруг. А так, в принципе, стартует всегда новый оборот с вымирающей популяцией, потому что у нас преобладают репродуктивные особи. Вообще вот эта таблица, она показывает предрепродуктивные особи, это которые не могут размножаться, репродуктивные особи, это которые могут размножаться и успешно это делают, и пострепродуктивные, которые, ну, по сути, уже потеряли возможность размножаться переставить. Они могут пугать агронома своим видом, они даже, может, на феромон прилетят, вспомнить свою былую молодость, там, те же самцы, но какой-то вреда нанести они не могут. Нам вред наносят репродуктивные особи. И самое главное, чтобы их было меньше, и предрепродуктивных, потому что если их много, яиц, личина, куколок, то значит проблема будет впереди. Для того, чтобы у нас была вымирающая популяция, нужно использовать биологию. Почему у пленочников, вот этих теплицах, где используется химия, не работает? Почему у них вечно заканчиваются проблемы? Даже почему у нас, допустим, клещ не контролируется иногда? Как только клещ начал делать паутину, у нас яйца становятся под защитой. Химически их сложно убить. Хищники тоже, они путаются в паутине. Тот же амблисеус, они не лезут в паутину. Если до того, как появилась массовая паутина, любым висел, сможет есть яйца клеща, паутину, паутинного клеща, то после того, как он закутал свои яйца в паутине, все, они уже туда не лезут. Даже тот же фитосервис, он адаптирован бегать по яйцам, но по паутине есть яйца. Но ему это сложно, потому что это как бы мера защиты, это клещ. Как только появилась паутина, все, у нас сразу растущая популяция, потому что большинство яиц становятся защищенные. Или по трипсу. Если у нас идет накопление трипса в почве куколок и яйца находятся в листе, то у нас, по сути, у трипса очень ярко выражена растущая популяция. Даже если яичники будут питаться этими личинками, все равно у нас всегда много яиц и всегда много куколок. Поэтому нам надо всегда стремиться и анализировать. Так, стоп, у меня сейчас какая популяция? Растущая, развивающаяся? Насколько нужно понимать, по каким стадиям? Потому что вот эти все, это и есть стадии развития. На это все влияет. Дальше пойдем уже рассматривать, какие продукты и по каким стадиям работают, чтобы мы понимали, как мы можем замедлять развитие. Вот это понятно, то, что я рассказал популяциям. Вообще это интересно было. Надеюсь, что интересно, потому что, ну, лично для меня я понял. Много. Да. Так, первый, самый распространенный биологический метод. Спасибо. Это макролофус. Он чисто случайно был выявлен, когда мы боролись с белокрылкой. Оказалось, что он очень хорошо ест яйца туты и даже гусеник стуки. Но, как любой хищник, видите, он изящный, у него длинные лапки, длинный хоботок. Он, в принципе, на здоровую, жирную гусеницу, а для него она будет здоровой, нападать не будет, потому что она может ему и хоботок повредить, разве что с голодухи. Ну, сядет, они там, команда могут нападать. Поэтому его нужно выселять. По нему большинство все знают, но, судя по вопросам в начале, я так понял, что есть в чате люди, которые про макролофуса не знают. Поэтому отдельно на нем скажу, что в промышленных теплицах это супервариант, он хороший работает. А в пленочных теплицах, я пробовал, он пока еще плохо работает. Потому что, когда все соседи вокруг травят химией, и к вам в теплицу, которую вы пытаетесь сделать биологию, и, допустим, если, не дай бог, у вас не стоят сетки, так у вам летит все от соседей, потому что у вас вкусные, сочные помидоры без химии. И макролофус сидит, он начинает выполнять свою функцию, ест эту залепную белокрылку, он утром может ее есть, потому что она такая вялая, он к ней подбежает, ну, и убивает ее. Но он травится, потому что она прилетела оттуда, и в ней это как капельки яда с белыми крылышками, и макролофуса погибает. И мне было очень грустно это видеть. Как раз благодаря этому явлению, в Альмере, вот эти все большие, потому что это основные площади выращивания, разрабатываются тутавиры, дезориторторы, все остальное, потому что макролофус там проблемно его запустить. А так это чудо, бесплатный работник, потому что, ну, как бесплатный, на него не надо там платить за него. Выпустили, он 24 часа в сутки, делает вам обследование, мониторинг, размножается, летает, ест яйца, находит туту, даже когда ее еще даже никто не видит. Клещи есть, всех вредителей. Если по нему есть какие-то вопросы, напишите, я иду дальше. Да, а, так, от соседей к соседу, на каком месте. Вопросы, вопросы есть, вопросы есть, просто, они же пишутся еще где вопросы там, назначу, есть вопросы. И там есть, например, есть опыт применения тутавира в открытом грунте, какова эффективность? Да, дальше будет. Да, надо ли обрабатывать вокруг теплицы территорий, с эксицидом, чтобы обезопасить и вредители с улицы? Я бы улицу не обрабатывал. Улицу, смотрите, химия, это плохо. Если вам надо обрабатывать улицу, то, пожалуйста, делайте это механически. Максимально удалите, просто физически, возможность там размножаться вредителем. Здесь комбинаты выжигают траву, здесь вспахивают, делают черный пар. Некоторые засаживают все газоном, разводят там злаковую тлю, которая безвредная, если не за Бог, никто рядом не выращивает, это злаки, а у вас чисто помидоры и огурцы. Это хороший кладзарм для экосистемы, там будет куча, афибиусов, всякие клопы, кучники, они будут пытаться это из лак-востер. Но на злаках у вас могут сохраняться патогены, всякие грибковые, короче, лучше черный пар. Если вы будете травить сильные улицы, то вы мало того, что вы делаете себе резистентную популяцию внутри теплицы, вы еще убиваете всех полезных насекомых на улице, а вредители опять прилетят. Вы же не будете весь регион обрабатывать, это очень дорого. Поэтому я бы просто механически унистажал. И садил какие-то смеси, сейчас это, кстати, в Канаде активно используют, в защите, садят смеси специальные, которые приманивают пищников. Там много нектаров, полицы, и создается экосистема, которая доминирует не вредители, а полезные насекомые. Вы можете вот эту бесплатную армию делать. У меня был опыт так. Мы землянику 2 гектара, малину защитили 2 гектара, чисто случайно, выселяли в Калифорнику, то я запретил химии травить. И налетела куча золотоглазки, все зажрало и улетело, понимаете? И человек был доволен. Пару кубусов в Калифорнику купила, а золотоглазка бесплатная, уличная, все сделала. Комбинат московский тоже, лет пять назад, кажется, это у Ольги, на вас спросите, я точно да, то не помню. Тоже второй оборот, так сложились обстоятельства, налетел на весь огурец Ореус бесплатный, или Майюскулес, или Лига, или Миньер, какой-то местный, московский бесплатный Ореус. И защитил он полностью второй оборот огурца. Поэтому улица, там же вот помощь, когда вы в теплете внедряете диаметр, у вас улица летит не так вредители, как полезные насекомые. По макролосусу два еще слова. В обычных томатах используют две-три особи, выселяют за сезон. Рассады выселяем, лучше всего, когда она плотно стоит. Выкармим его, создаем, обманываем его, потому что это хищник, все этого порядка. Если он не увидит корма себе, яйца петроги, он улетит в поисках, где есть вредители. Поэтому мы его обманываем, говорим, что эти томатные несчастные растения, рассады, засыпаны яйцами, налетело миллионы бабочек, наложили кучу яиц, поэтому вот спасай. И сам, такое нашло место, откладывать яйца, питается, и потом идет хорошее развитие. Если этого не сделать, она будет мало откладывать яйца, потому что она, как мама, будет заботиться о своем потомстве. И плюс, ей не с чего откладывать, ей надо что-то съесть, чтобы отложить. И на светокультуре 3-10 особей выделяют макролокуса. И нужно достигнуть, чтобы на одном растении было 25 подвижных особей, а лучше даже 50 подвижных особей, это все и личинки, и нимфы, и взрослые на одном растении. Прошу прощения, обрати внимание, у тебя видишь, что пишет звук, сделать лучше, потому что у тебя зарезается, у вас, видимо, там интернет нагружен трансляциями, и звук немножко заряжается, поток. Так, еще можно говорить потише. Тебе погромче, да, поближе. Я сейчас пододвинул ближе монитор. Так лучше звук? Нет. Продолжай продать, получше, да, получше. Да, идем дальше. Второй важный момент это феромоны. Очень активно, вот с 2010 года пошел с Интенель черные таблетки, они себя зарекомендовали, потому что там вещество зиолин, которое сделано так, чтобы высвобождать запах именно постепенно, ровно в течение 30 дней, там даже написано 40-50, и таким образом приманивать идеально самцов. Потому что если самка будет или очень сильно пахнуть, или очень слабо пахнуть, то как бы это будет вызывать у них сомнения. Но это мое предположение. Поэтому вот эта черная таблетка, она очень хорошо себя зарекомендовала на многих комбинатах, тестировали, ставили, смотрели. Она именно дает равномерную работу. А в феромонах очень важно. Дело не в том, сколько он отловил, а дело в том, насколько он обеспечил вот этот вакуум самцов. Потому что если произошел провал, хотя бы одну неделю, и самцы оплодотворили самок, ну как бы они уже дальше все откладывают яйца оплодотворенные. Поэтому то, что они ловят, это хорошо. Но главное, чтобы они давали вакуум самцов. Вот следующие продукты, которые относятся, это тактический контроль. Я там говорил, есть 4 контроля. Механический, химический, биологический. Вот этот тактический вид контроля. Мы обманываем вредителя, мы отлавливаем с овцом, изонет сделан, он дезориентирует самцов. Это знаете, что-то подобное, если взять в комнате, разбить флакон духов, и как бы запах от всех остальных девушек, он будет перебит очень сильно. И все мужики от запаха разбитого флакона разбегутся с этого здания, скажут, поветривайте, пожалуйста. Вот что-то подобное, это изонет. Потому что в зентинеле 2 миллиграмма феромона, 2 молекулы, в изонете 60 миллиграмм в одной проволочке. В тутагеле это, кстати, решение, о котором многие долго мечтали, потому что я вот 10 лет в зентинеле продаю, и 10 лет я борюсь, потому что, не ложите его, пожалуйста, на ловушку, потому что клей портит, он заполняет поры, и потом хуже он работает. Не ложить. И все равно все ложат, всем удобнее. прицепить его на ловушку. И сделали наконец-то продукт, есть тутагель, который вот для этих людей, которые хотят на желтую ловушку прицепить феромон, вот он теперь есть. Это тутагель, такой шприц, там 30 миллилитров жидкости, она работает 60 дней, вы выдавливаете где-то в районе одного сантиметра в центр желтой ловушки, и все, и чудо. Как бы у вас там на желтой ловушке теперь и белокрылка ловится, и тут абсолютно ловится. Удобный инструмент, достаточно быстро, легко понатыкали, понавыдавливали, оно пошло работать. Как его развешивать? Ну, а тут в разрезе виден изонет, это две такие цилиндрические из полимера трубки, одна из них заполнена непосредственно феромоном, вот той жидкостью, а другая, это проволока алюминиевая, чтобы его было удобно накрутить. И норма внесения в 800 тысяч штук на гектар. Работает очень хорошо, если у вас теплица стоит очень далеко, и вы, в принципе, уже решили давно проблему с тутой, там она единично бывает за счет макролофса, то, завесив все изонетом, вы реально можете очень хорошо себе сэкономить времени и нервов, потому что проблема будет там на минимуме в течение четырех месяцев. Главное, через четыре месяца его повесить обратно. Вешать я его рекомендую не на солнце, потому что, видите, есть зависимость. Летом он работает 110-120 дней, зимой 140-160. Значит, влияет температура воздуха. А если мы его повесим наверх, и на него будет светить солнце, то понятно, что, наверное, работать он будет дней 50-60, он просто, а если не меньше. Поэтому лучше в тенек, куда-то пониже, он будет потихоньку выдавать запах, и все будет хорошо. Так, дальше. Вот тут агелю. Ну, пример, у вас всегда, допустим, много ловушек, вы какие-то выборочно, 200-300 этих ловушек выбрали равномерно. Я бы больше, чуть-чуть смещался к периметру, потому что там все равно плотность выше. Ну, и в центре. И дезориентировать. Это, допустим, повесили вы из-за нет, но идет залет тут, и вам надо усилиться. Вы еще тут агель. Или, допустим, не разрешают вам докупить из-за нет, потому что там, ну, конец оборота, уже не будет стоять теплица 4 месяца, а ест 2 месяца, то это тоже неплохая профилактика, потому что вот смысл делать, потому что уже скоро ликвид. А что такое ликвид вообще? Ликвид – это самая серьезная селекция вредителей. После ликвида выживают най-най-най-най-най-най-най-сильнейший. Поэтому, как бы, лучше тут агелем расставить, расклеить, ослабить популяцию. Опять же, чтобы поменьше потом родилось яиц, и ликвид убивал уже не максимум, а минимум. Вы в ликвид должны уходить с чистыми растениями. Если все-таки дезориентаторы не помогли, ну, или вам их не разрешили купить, говорят, все это фигня, все эти духи, есть второй вариант. Использовать трихограмму. Трихограмма – это маленькие наездники, паразиты. Это продукт, который тоже придуман больше для частного рынка, потому что они макроловцы использовать не могут, и у них проблема очень захимической в собственной теплице. Данная паразитоидная оса, она может работать даже при химическом фоне, но если он не влияет на ее дыхание, если это какие-то системные препараты, которые, ну, как бы, прямого контакта с ними не имет. Она вылетает, находит яйцо туты, прокалывает, и уже вместо туты там рождается трихограмма. Также у нее 50% работы как паразит. Ей хочется жить подольше, поэтому она летает, опять же, протыкает яйца туты и питается там гемонимфа, и таким образом продлевает себе жизнь. Потому что, чтобы летать, надо энергия, а чтобы ее где-то брать, надо чем-то питаться. Росы у нас, как бы, маловато в теплицах, поэтому будут есть туты. Эффективно работает. Минимальная упаковка идет 25 карточек. Почему? Потому что они заклеены между собой, вот все бока, они закрыты. Как только мы разламываем, у нас появляются отверстия, и оттуда начинают сразу же выбегать вот эти осы, вылетать. Как раз есть пространство, которое обеспечивает, чтобы они могли родиться там внутри и выровнять крылья. Потому что, если бы не было этого, многие делают ошибку, покупают трихограмму, она у них отрождается в этих пакетиках, она где-то лежит, потом смотришь на эту несчастную трихограмму, у нее вот это, она бегает, а крылья у него такие. Но как бы летать она не может, потому что та стадия, когда она должна была высушить и выровнять крылья, она утеряна, время потеряно. И она уже их не может, все, они засохли такие, как бы с такими крылышками налетать не может, поэтому нужно это учитывать. Это то же самое касается эротмоцеруса в блистерах. Почему были сделаны блистеры? Чтобы они могли выровнять крылья и там спариться с самцами и пойти уже откладывать работу против белокрылки. Развешиваются эти карточки через каждые 10 метров, если проблема, через каждые 5 метров, потому что, ну, чтобы повысить плод. И распределяется 30% в середине теплицы, 70% по периферии, потому что используют ее в момент, когда макролофус, грубо говоря, еще не размножился. Я говорил, что макролофуса нужно добиться 25-50 особей, подвижных на одном растении. Это у нас будет, ну, через 60 дней, а то и 90, в зависимости от периода. И как мы его будем кормить. Поэтому вот эти дни, когда тута может прилететь, а макролофса еще нет, мы можем использовать вот этих маленьких камикадз, равномерно развешивать карточки, бить по яйцу туты, для того, чтобы не было популяции развития и не было повреждений. По тутавиру. Пошли до тутавира. я рассказал, что его просто не включили в ту таблицу, потому что посмотрите, которая в начале была, что 2017 год, там ее нет. Его просто тогда не было. Поэтому я его там поставил. Сейчас более детально по нему, это швейцарский препарат. Он совместим с большинством ахархицидов, пунтицидов, шмели, биогенты. Он узко специализирован под туту и под картофельную туту. И все. Он никому больше не вредит, ни людям, никому. Единственное, что ему может навредить, это противовирусные препараты. Если вы делаете профилактику вирусов, какие-то вне корневой обработки против вирусов, то тогда вам надо это выстраивать в правильной стратегии и понимать, что сейчас мы сделали противовирусный препарат, через 3 дня, через 4 дня мы сделаем тутовир и надо планировать, чтобы у него было 7 дней, потому что он, в принципе, работает всего 7 дней. Потом под действием ультрафиолета он распадается. Плюс за эти 7 дней растение отрастает и на тех листях, которые отросли, опять же, вируса нет, а тута может подложить яйцо. Поэтому через 7 дней обработку нужно делать. Обработку важно делать наносить и под лист, и над лист, на все части, где может быть тута, потому что для того, чтобы он работал, тута обязательно должна его съесть, гусеницами она должна съесть, он попадает в кишечник, там присоединяется, ну, под воздействием ферментов капсид разрушается, появляются эти бирионы, которые уже присоединяются к клеткам кишечника и начинают паразитировать. Вот как коронавирус присоединяется к клеткам легких и разрушает легкие, вот этот препарат разрушает кишечник туты. И он очень активно развивается, уже на 4-5 день маленькая личинка погибает и превращается в такую жижу, которая под воздействием там, допустим, дополнительной обработки какой-то другой, опять эти вирусы, там миллиарды вирусов разлетаются. Есть у него вертикальная и горизонтальная. После того, как гусеница съела вирус, есть два пути развития. Если это маленькая гусеница и она съела много гавирионов, то очень быстро идет заражение и гусеница погибает уже вот прямо сейчас сразу. Потом, но под воздействием вот этих всех факторов она разрушается, куча вирусов и вирус опять заражает вокруг всех гусениц, которые есть. У него там, ну, это природа изложена, эти механизмы. Я, честно, до конца не понимаю, как это происходит, но, скорее всего, во время дождя, когда там стекает, еще я читал, что гусеницы повреждены вот этими вирусами, они чуть меняют модель поведения и не лезут вверх, в то ли там спастись. Но мы, когда закладывали опыт в теплицах, действительно, мне сначала рассказывали о том, что странно, гусеницы повылазили и как-то чаще их на листе видишь. А потом я уже это прочитал и у Владимира Исмаилова спросил, он мне это объяснил. Но он говорил много очень других терминов, и я половину ничего не понял. Вот. Кто не знает, это очень серьезный ученый, вирусолог, который, в принципе, разрабатывал эти все препараты, он лично был дома у Андермата, его знают, на его методичке там тоже используют. Это серьезная школа Краснодарский институт биологической защиты. Он очень уважительный человек. Так. Вертикальная трансмиссия вируса. Это на самом деле главное преимущество Тутавира. Это можно, знаете, как назвать? Это можно назвать борьба с резистентностью химии. Сейчас объясню, почему. Когда у нас гусеница большая съела вирусную частичку, она не погибла, но при этом она заразилась, он строился в ее ДНК, и когда она превращается уже в куколку, а с куколки в бабочку, то бабочка заражена. Тут, видите, точечки. И она летит вертикально. На самом деле это не с тем, что она летит. Это потому, что идет вертикальное распространение вируса от родителей к ребенку, от ребенка по поколению. Но мне проще запомнить, что гусеница ползет горизонтально, а бабочка летит вертикально вверх во все стороны. И она распространяет этот вирус, причем не только внутри теплицы, но и за ее пределами. Она вылетает. И когда бабочка в самом начале вы делаете обработку, это очень важно понять, вы только увидели на феромонах туту, вот надо сразу начинать делать тутовер, потому что вы заразите вот всех из своих там ста бабочек, которые у вас летают на этом гектаре, а их уже там, ну если вы нашли одну, значит там тысячи на самом деле, просто они скрытый образ жизни идут. Если вы их заразите, то у вас вся следующая популяция в течение года будет уже развиваться с этим вирусом стройным, вот таким образом экономить, он размножается внутри их. И любой неблагоприятный фактор, высокая температура или та же самая обработка, она запускает процесс вируса и гусеница погибает. Причем это не обязательно, что гусеница отложена этой бабочкой, это может быть 2, 3, 4 поколения. Одна обработка в начале, это как через пару месяцев 3 или 4 обработки. Поэтому его важно, они постоянно рассказывают, важно делать вот эти противовирусные в начале. У них большая линейка противовирусных препаратов, китовирус только один из них. Там еще есть яблоневая плодожорка, проблемы на кукурузе, хлопковая, совка, и вот эти, они там рассказывают. Принцип один и тот же, как можно раньше обрабатывайте и будет вам счастье. Ну и решение для тех, кто находится в зоне риска, для комбинатов, которые непосредственно вокружены частниками, это и в Ростовской области, ну это вообще Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, там где много тепличных поселений. И в принципе открытый грунт, который тоже там активно выращивает томаты, и эта проблема серьезная уже в области, в регионе. И у нас тоже самое в Запорожской области, просто там нет комбинатов. Или в Беларуси, в любом, в любой стране есть профессиональные теплицы, они где-то 10-15% занимают, а остальное это фермеры частные, то они, к сожалению, используют химию. Если у вас есть такие рядом соседи, то тогда я бы рекомендовал, мы видели эффект, реально круто, механические электроловушки. Раньше, когда только все начиналось, вешали 11 штук на гектар, и было в принципе нормально. Я даже видел, когда начинался оборот, комбинат, вот тот рассказ, который я говорил в начале, как мы ознакомились, рядом с комбинатом еще было поле 40 гектар открытого грунта, и его тоже съело тута. И эти люди, которые съело тута эти 40 гектар, они действительно расстроились, они не стали ничего другого делать, они просто это делать все запахали и оставили на следующий год. Мы под такой ловушкой в течение ночи собирали пакетики вот эти дешевые 5-копеечные маки, полные туты. Это летело с этих 40 гектар. Это мы так начинали, это было жесть, но макролокус вытянул. Было тяжело, это второй год биозащиты, который был с макролокусом. Но эти электроловушки, если бы не они, сожрало бы все, никто бы не помог. Поэтому, когда у вас летит очень много всего, вешайте просто много таких электроловушек. Это, кстати, классно и для розы. Когда у них 1 сентября, они выращивают розу и готовы получить основную прибыль, а к ним в августе прилетает совка с уборки кукурузы, сжирают все. как бы, я бы уже давно себе такие электроловушки поставил, подпитал их, люди ставят кучу досветки, ну, еще добавить ламп ничего страшного, может, оно как-то повысит урожайность дополнительно. Но с точки зрения потери, оно точно сохранит. Поэтому сейчас вот делают 70 штук на гектар, развешивают это в каждый ряд, по центральной дорожке проводят электричество, ну, там, электричество, чтобы удобно было, и включают. Включается, но по таймеру, когда залетел шмель, уже не летает. Из негатива туда будет лететь макроловус. Но, в принципе, если у вас летит полчища вредителей, то туда просто летит все. Вот эти электроловушки, они бьют и туту-абсолюту, и картофельную моль, и минеров, и совок, все, что летает, и клопов. Сейчас вот новая проблема нарастает. Несколько комбинатов обратились, что у них клопы, и головы едят, и все остальное тоже. Включили ловушки, в принципе, просто клопы, они днем вредят. Это чисто по ночным. Но, может, они залетят и ночью туда. Надо проверять. Кстати, надо спросить, ну, там куча клопов было и ночью тоже, так что она убьет. Там такое мечта любого энтомолога подарить ему этот пакет после ночи работы ловушек, и он будет счастлив, ребенок. Так, 70-100 штук на гектар, это вот можно смело планировать, если у вас серьезная проблема. Второе решение, которое тоже эффективно, это механический контроль, ставить двойные двери и сетки на фрамуги. В принципе, это часто говорят с начала появления сеток. Я бы хотел бы в контексте сеток рассказать про компанию Свенсом. Валентина нам показывала эти сетки, они реально крутые, потому что, ну, впечатлили. мы тестировали были, когда в Германии по выставке ходили, там этих сеток полно. Китай начал очень активно делать, значит, это когда за этим что-то есть. И вот сетка TripTis, которая типа там TripS контролирует, не пускает. Вот видите, как через открытые двери, ворота, бегать туда-сюда, это мы фотографировали, смотрели. Тут-то, конечно, не пролезет, вот она лежит мертвая рядом, но TripS спокойно пролазит. А Econet 15 на 15 не пускает, причем по вентиляции, что вот эта сетка, что вот эта, почти не отличается. Econet там кажется на 3% хуже. Это и есть, Нельсон, она проводила обучение, рекомендую, обратитесь к Валентине, она расскажет более детально. Это размеры TripS, размеры тут-то, тут-то, и вот сетка, и сколько ячеек. Так, итог. Какие у нас инструменты? Что-то мы как-то это переделали чуть-чуть картинку. Основной набор это Macrolofus, он остается, который контролирует, размножается, делает мониторинг, выполняет работу защитника, летает все. Если мы его размножили, то все хорошо. И почему Macrolofus? Потому что у нас теплицы не только тут-то Абсолют, а у нас еще есть и белокрылка, и клещи, и трипсы, и совки, и Macrolofus их всех ест, потому что все остальное, вот это 4, это чисто по Тути, а у нас как бы она не одна. Поэтому Зентенель идет для мониторинга и дезориентации самцов. Изонет идет для супердезориентации, для того, чтобы вообще сделать невидимым теплицу для тута. Тутавир – это препарат против и резистентности, что можно вернуть более-менее эффективность химии и, в принципе, ослабление популяции. И борьба с этой проблемой не только в теплице, но и за ее пределами, потому что у нас в теплице все равно вылетают как хищники, так вылетают и вредители. И тута, которая вылетает после обработок тутавиром, зараженная, она уже будет и там разносить эту всю инфекцию в виде вирусов. И у вас популяция в регионе будет падать, ну, по крайней мере, вокруг вас. И электроловушки обязательно ставьте, потому что совку, клопов никто не отменял, они должны быть. А если вдруг проблема выходит из-под контроля, как спасаться, то идет усиление. Первое начало оборота трихограммы используем, если надо тутавир или в начале, когда еще там не приехал изонет, или, ну, чтобы быстро усилить ловушки. Сетки на форточке и большее количество там в 4-5 раз ловушек. Так. Внедряйте инновации, зарабатывайте больше. В принципе, я то, что хотел рассказать, я рассказал. В принципе, не знаю, вложился, нет. запишите контакты. Да, 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 вот. Все, все, по времени у нас все этот, по времени у нас все отлично, по времени ты ложился прям идеально. Вопросов уйма, я так отвечал по ходу на какие-то про макрофлороса ты уже отвечал, есть ли риски использования макрофлороса при совместной использовании с электроловушками? Да, есть. как бы его используют, эти электроловушки, они есть в теплицах. И даже когда мы в частных теплицах в тестировании макрофлороса был результат, и электроловушки ставили, и макрофлорос. Почему? Смотрите, вы можете просто их выключить на тот период, когда у вас макрофлорос в стадии лета, когда это самки-самцы, потому что личинки не будут прыгать с листьев в эту электроловушку, у них нет пыльев. Поэтому пока у вас макрофлороса вот его выселяете, ну, пока он в стадии активного размножения, пока он летает, то понятно, как бы электроловушки можно потихоньку выключить. А когда у вас, вы уже видите, что у вас пошла куча личинок, то да, ну, можно включать лампы, ничего не будет. Будет бить макрофлороса, но, как бы в природе его и птицы едят, понимаете, и ящерицы, и жабы, это заложено, ну, его должны кто-то есть. Просто у нас в технице нету и всего остального, поэтому какая-то часть будет там глупо лезть в эти лампы и будет их убивать. На светокультуре тоже. Почему концентрация 10 штук, а в обычной птице ну, выселяют 3? Да потому что на лампах горит, он летит туда и сгорает, поэтому его больше выселяют. Плюс вынос с листом больше. Но это происходит недолго, он адаптируется, они понимают, они как-то у них тоже есть понимание того, что они сгорят. Поэтому часть, ну, селекция, наверное, идет. Те, которые хотят лететь на лампу, летят и умирают, а те, которые не захотели, остались, дали потом, своих дети тоже потом думают. Буду как папа, не буду лететь, челанку. Вот. Такие еще вопросы? Так, давай я буду по обочерде высвечивать. Значит, есть опыт применения Датавир в открытом грунте. Какова эффективность? Да, есть очень хорошая, потому что у него есть вертикальное размножение и он распространяется. В Швейцарии, вообще в Европе есть два типа продуктов. Есть органические продукты и есть бестоксические продукты, в которых в начале какого-то роста использовались яды, но на конечном продукте, когда берут помидор, в нем яда не должно быть или даже там мили-мили-мили. Поэтому Тутавир, он и разрабатывается. Ему все равно, это вирус, понимаете? Он и в теплицах будет работать, и в открытом грунте. Главное, чтобы он высох, потому что нужно делать влажную обработку. Как только листья нормально высохли после обработки Тутавира, дождь уже его не смоет. Но если вы сделали обработку и пошел дождь, в этот, ну, сразу же, то его смыло. Вносите дронами тоже пока, ну, в разработке, но Андермат сказали, что это не сильно эффективно. Лучше именно, чтобы именно влажное намокание все было. Но сейчас инновации идут вперед, возможно, появятся дроны, которые обеспечат именно намокание, потому что в открытом грунте проблемы с этим. Трейсер используют перед Тутавиром или после? Тутавир использовать в самом первом. Это как, знаете, макролов. Трейсер использовать перед макроловцем или нет? В каких-то ситуациях да, надо использовать, в каких-то нет. Но Тутавир лучше с самого начала использовать. Химию оставить на потом, чтобы у вас популяция была максимально заражена и потом, когда вы будете использовать яд, то эффект будет лучше. Но бывают ситуации, когда надо использовать какую-то химию и в начале я бы лучше использовал какие-то препараты под корень типа каррагена, виримарка, они помягче, чем Трейсер. Они, ну, Трейсер все равно как-то негативно влияет на макроловца и вам же основная задача размножить макроловца. Поэтому Трейсер я бы оставил где-то на середину оборота, в начале карраген. Хотя есть такие ситуации, когда летит совка и мы месяц, два, три не выселяем биологию, ждем, когда произойдет этот, закончится лед, ну, грубо говоря, наступит там уже у нас ноябрь, декабрь, и мы перемещаем выселение на эти сроки, то тогда, да, в какой-то период мы можем вначале делать совместно Тутавир с Трейсером и заражать тех, которые выживут и снимать, потому что нам надо урожай получать, нам надо как-то чередовать. У нас-то всего там выбор небольшой. Вопрос, вот еще один, возможно, вопрос будет автоп, но все же, как бороться с Тутой в закрытом грудь и минимизировав ХСР, насколько эффективна борьба без химических пестицидов в открытом грудь, биология и другие методы? Мне сложно сказать, какая там урожайность, ну, как бы, насколько там, вот эти все инструменты, которые я перечислил, их можно использовать в открытом грунте. По макролопусу у меня была идея, я ее не пробовал, допустим, на этапе рассады, но мне сложно говорить про открытый грунт, это лучше обращаться к Зиновье, есть специалист очень хороший, она знает, она работает по открытому грунту, ну, это из моих знакомых. Также мы можем обратиться с этим вопросом к Андермату, потому что, ну, лично у меня нет опыта открытых грунт. Там другие болезни, там другая специфика, другие удобрения, другие урожайности, другие бюджеты. Понятно, если нет там разоставить, будет все прекрасно, ну, тут они увидят ваши помидоры. Тут, видно бы я работал, 50 миллилитров обрабатывать, включить, если хотя бы несколько лет подряд, там, по 50 миллилитров, пусть даже 3-4 обработки делать, оно по-любому должно закрепиться, эта инфекция в популяции, и вам будет легче. Причем, понимаете, там, скорее всего, надо будет еще использовать хлопковые. Там не так тута, наверное, вредит, как хлопковая совка, которая налетает. Хотя нет, тут, наверное, тоже. Но там надо будет хиликовикс использовать, это вирусный препарат против хлопковой совки. Специальные препараты. От соседок к соседу на каком расстоянии максимально долетает тута собственными силами? Зависит от ветра. Смотрите, есть вредители, которые, как трипс, порхают, они не летают, у них там, ну, посмотрите на их не крылья, как с этим можно летать? Они просто медленно падают просто и поддерживают себя в воздухе. Ну, они, понятно, летают, но там вот такой у них полет непонятно, они передвигаются по ветру, куда вот ветер дует, туда они летят. Если безветная погода, они как-то там ползают, прыгают, летают, да. Тут абсолютно более-менее развито, у нее уже крылья, она может целенаправленно летать, но против ветра в принципе ей сложно летать, поэтому все зависит от зоны ветров. И насколько сильно теплица ваша будет приманивать, если будет запах именно растений, потому что запах феромонов, это вообще вот у многих людей страх. Вот, прилетит сейчас, повешу себе феромоны, прилетит тут, а пусть летит, это самцы, что они сделают? Ну, что они сделают вашим растениям? Затыкают их, ну, они ничего не сделают, понимаете? Это самцы, они никакого вреда не несут. Поэтому проблем нету, то, что к вам на феромоны слетаются с улицы самцы. Самки не летят. Самки могут налететь, если вы навключаете лампы, повесите их возле форточки, вот эти, ну, которые синие, тогда у вас с улицы будут, или если у вас суперслужба безопасности, вокруг комбинатов пик, лёд, асовки и всех вот этих вредителей, начинают включать прожектора и смотреть, чтобы никто не украл ни одного килограмма, а не выйдет ночью продукцию. И со всех сотен гитар слетается вся зараза на эти лампы и потом где-то в теплицу. Вот это проблема, вот это слетается тогда. Поэтому неожиданно. Есть ответ, а так она метров сто, двести спокойно может летать, ну, как бы, там видео я в группу сбрасывал, там рой такой как комарин. Жить захочет, прилетит, если по пути у нее будет какой-то там, ну, не знаю, еда нормальная, то она там сядет, а так, если ничего есть, она будет лететь целенаправленно, не за один полет, так за два, за три, за неделю долетит, если ей надо. У нее есть крылья, она может летать. Так, следующий вопрос, кто из хищников питается пыльцой? Клещи питаются пыльцой. В принципе, пыльца это высокомолекулярный, ну, короче, там много белков, в природе это доступная еда, и растения специально ее создают для того, чтобы все, кому не лень, собирались в эти цветочки, ели эту пыльцую и опыляли, делали эволюцию деревьев. Поэтому, я думаю, очень большой, количество этих полезных насекомых, овоз, паразитоидов, они все не против попитаться нектаром, пыльцой, вопрос, ну, насколько это, там, в рационе их нужно. Но, макролофус, как хищник, он больше, там, яйца нравятся. А так, хищные клещи очень хорошо едят. Они сидят в цветке, они кушают пыльцу и ждут, когда-то прилетит трипс, чтобы вот съесть. И им очень удобно. Следующий вопрос. Совместим ли тут авиер с бактериальными препаратами, например, аллерин в системе защиты? Это, ну, бактерия, он не это. Я просто не помню. Совместим ли тут авиер с бактериальными препаратами, например, аллерин. А, аллерин. Да, да, ну, смотрите, вообще, тестируют эндерматы битокси-бацилин в совместном проникновении, и они смотрят, как вообще усиливают они друг друга или нет. Потому что, ну, вспомните осень, когда мы начинаем болеть, да, с чего начинается болезнь вообще обычная, человеческая? Обычное ОРЗ, острое респираторное заболевание. Это что? Высокая температура и течет с носа. А потом проблемы начинаются, когда у нас уже бактериальная инфекция на фоне вирусной, когда у нас зеленые сопли, когда, не дай бог, пневмония и еще чего-то. Поэтому они в комплекте очень хорошо работают все вот эти. Вирус ослабляет организм, а те уже бактерии все остальное добивают его, грибы. Поэтому прекрасно они себя будут чувствовать. Так, следующий вопрос. Обычная трихограмма работать, будет ли работать против Тут Абсолюта, если много использовать? Какая обычная? Обычная трихограмма. Трихограмма праздника плохо работает. И смотрите, если брать трихограмму, которую выращивают массово, то это проблема, потому что ее выращивают на злаковой, на яйцах злаковой моли и не прогоняют через яйца хозяина. И она, по сути, привыкает жить только на этих яйцах из зернового хмоля, это получается лабораторная популяция трихограммы, которая дает достаточно плохие показатели. Вот у нас в Украине было 300 производств трихограмм в это время. Там постоянно велась пропуск через хозяина. Специальные экспедиции набирали гусениц непосредственно тех вредителей, куколки и бабочки откладывали яйца, через эти яйца прогоняли паразитоида, чтобы он не терял навык паразитировать именно на целевом вредители, то трихограмма ахея, она в принципе найдена в яйцах тут и была и подобных. Поэтому ее и производят. Там еще есть несколько, два или три, но эти коммерческие, оно за эти 10 лет она себя лучше всего показала, поэтому ее и делают. И в этих карточках идет два поколения яиц, которые, ну, одно поколение высвобождается сразу же, второе высвобождается через 7 дней, поэтому оно две недели работает. А так, по факту, я бы вообще их вешал, если когда в пик, там, в Дагестане, я в каждую неделю эти карточки вешал, потому что пока оно доедет, пока его там внесут, там уже эти 7 дней проходят. Я когда разламывал карточку, там очень много выходило, мне кажется, что первое поколение там и вырождалось в этих карточках, и по сути вот эта схема, которая работает в Европе, в Европе с карточками, она у нас может не работать, что их надо раз в неделю, но это надо проверять. У нас, в принципе, я с тобой проверять, то их нету, у нас мы макроофаса выпускаем, но у нас определенного качества размножается, и, ну, там, приходится его собирать, переносить с места на место, там, очень редко мы эту трихограмму используем, макроофас быстро раскачивается, и мы уже работаем 3-4 года, если у них проблем просто нету, они чисто по схеме профилактическая работа, согласно по плану, и все нормально, нету такой проблемный залет. Сейчас с белокрылкой, с трипсом потихоньку проблема начинается, потому что форточки тут у сдерживают, а этих вредителей не сдерживают, которые вот ставили на новые теплицы, на все, и проблема вот этих пленочных куплиц, она потихоньку приходит. Я не знаю, зачем, зачем-то возле многих комбинатов строят какие-то люди, а вообще базы, свозят туда со всей области овощи, перепродают, но это какой-то бред, причем иногда, это не комбинат делать, им под боком ставят все это добро, и понятно, что они потом вся зараза сразу же. Так, следующий у нас вопрос, на рынке предлагают ленты желтого и черного цвета, в чем смысл используя ленты черного цвета, и что эффективнее? Желтые ленты эффективнее, почему? Потому что они отлавливают белокрылку, трипса, тлю и все остальное, у нас много вредителей, и места для того, чтобы повесить ленту, у нас немного, потому что для максимального урожая нужен фотосинтез, и любую площадь, которую мы закрываем лентами, мы таким образом все равно каким-то образом уменьшаем. Черные ленты, зачем они делаются? Их надо вешать внизу, их можно вешать где-то, если прям хочется, тут абсолютно ведет ночной образ жизни. Она летает, откладывает яйца, активно спаривается, она это все делает ночью, днем, если вы видели, она сидит под листиком, единственное, когда она полетит, если мы потормошим растение, она взлетает и опять же летит в какое-то темное место сесть, потому что она серая, и она ищет место, которое в тени тоже серое, где-то под листь или куда-то сесть. Сверху ее особо никогда не увидишь, но можно. Поэтому эффект черной ленты липкой, это то, что мы ее там стряхнули, и она просто видит по градиенту, у нее отрицательный фототаксис называется это, лететь туда, где темнее, поэтому она просто видит, что там темнее, она думает, что это как бы черная дыра какая-то, где она может спрятаться от выедителей, от птиц, от всяких там своих проблем, поэтому она чистая летит, а желтая ловушка, она ловит все, и туда, если эту капельку туда еле прилепить, там и самцы туда прилетят. Ну и сейчас желтый, в принципе, как бы желтая не будет ловить тут, если вы ввесите желтую ловушку, чтобы отловить тут, она приклеится там, потому что я видела эти теплицы, где она отлавливается, там просто ты идешь, там ее даже вдохнуть можно тут, можно сказать, что ее можно вдыхать тогда, она чистая, прилетает, ну, бьется, мимо летит и прилипает на эту желтую ловушку. Так, следующий от Камила вопрос, какими размерами ячеек использовать сетки на окнах для защиты от пролета туты? Так, вот я с Эвенцем общался, у них есть сетка 45-45, ну, размер туты получается 9 миллиметров в длину и в ширину там миллиметра 3, ну, еще лапки, все остальное, поэтому, если вы возьмете сетку с ячейкой 45-45, я не точно не помню, ну, это 0,45 получается, я могу тут что-то добавить сейчас как-то, ну, можешь добавить, что-то хочешь, давай, можешь картинки добавить, можешь видео добавить, демонстрацию экрана, можешь сделать, демонстрацию экрана, сейчас я найду, там у тебя экран белый с стрелочкой внутри нарисован, я сейчас вопросик я найду, под вопросиком, я думаю, ты должен суметь, так, следующий вопрос тутавиром, тутавиром, блоком работаем, 3-4 обработки, или через каждые 7 дней, пока не собьем популяцию, давайте я потом отвечу, напишите, я просто отдельно проработаю и отправлю, там мне прислали в компанию с Венсом, там, вредители на фоне, это ты сейчас про сетку? да, но я потом отвечу, просто следующий вопрос про тутавир, цикл обработок тутавиром нужно делать в зависимости от солнечного прихода и скорости роста растения, у вас два фактора, первый фактор это количество ультрафиолета, которое разрушает непосредственно вирус, и второе это скорость нарастания растительной массы, на которой просто его нет, потому что вы на него еще не нанесли, оно выросло, поэтому вы вот эти два фактора смотрите, в среднем, в жару, это делать от трех дней до пяти, а если пасмурная погода растениями, не нарастут, то это десять дней, ну там четырнадцать дней, вот так, через каждые семьи делать не надо, да, через каждую семьи, пока не сомнят, грубо говоря, можно делать каждый семь, и тут опять же, если проблемы нет, это профилактика, и мы хотим просто потихоньку заражать популяцию, то мы берем пятьдесят миллилитров на гектар, можно, ну, потом, если мы увидели, грубо говоря, там, мины уже, не только бабочку на феромоне, а уже пошло, значит, у нас откладкаиц, да мы уже сто миллилитров на гектар, а если мы видим, что у нас впереди жара, и в принципе, впереди солнечные дни, и мы будем терять эффект, то я бы делал двести миллилитров для того, чтобы по максимуму заразить, чтобы по максимуму унижало больше частичек, и заразить как можно больше гусениц, чтобы уже их не отдать потомство, потому что как только будет солнце, жара, у нас пойдет, как пожар, размножаться, это тута, проснуться где-то куколки, это все, земля прогреется, оно все, фух, и оно начинается, как взрыв, поэтому лучше до этого момента сделать 200 миллилитров, ну, потому что вот это вертикально, чтобы когда она начала размножаться, чтобы она уже размножалась вместе с частичками вируса, понятно? Наверное, понятно. Анастасия, если есть какие-то вопросы еще, то уточните, Владислав спрашивает, обрезная пополам емкость от 5-литровки, заполнена половину водой, на поверхности внесено раствор растительного масла, в крышке установлен феромон, что думаете про такую ловушку? Вот такая, я сам такую делал, я знаете, как брал только 5-литровую, в крышке я делал дырочку туда проволоку, и черный феромон ложил в обычный бинт или что-то, и подвешивал, ну, главное, это не трогать руками, и крышкой удобно, накручиваешь сюда, и у тебя феромон лежит над водой, даже если дождь, ну, окошки, делать так, чтобы феромон скрывался, а еще, например, можно делать его дополнительно, его удобно взять, вот эта ручка, перенести куда-то, только единственное, не масло, лучше добавлять какие-то, главное, чтобы оно не воняло. Можно ли, Игорь спрашивает, можно ли хищными нематодами тут контролировать? Именно контролировать, наверное, нет, да, именно нет, потому что, ну, ну, это контроль только куколки, как можно по одной стадии контролировать туту, которая может прилетать откуда-то, это и нематод, она будет постоянно работать, гусениц, смотрите, в описании, когда я вот читал про нематоду, делал описание, почве написано, комментарий, почве, почве, ну, да, она должна залезть, нематод, это маленький червяк, который вылазит, он не стесняется, куда залезть вредителю, как бы, ну, все равно, любую дырку видит, залазит, рыгает там бактериями, эти бактерии убивают вредители, потом в этом бульончике развивается, и это, поэтому ей все равно, как бы, она хрущака убивает, вот эту жирную, такую белую штуку в земле, тяжелую, а тут вот он легко убьет. Еслав уточняет, если не растительное масло, что посоветуете? В ловушку этот, в пластиковую, из бутылки. Ну, вообще, мыло без отдушки ложат, моющая, чтобы она прилипала. Синтетическая, синтетическая, хозяйственная, что натяжение было, ну, мыло жидкое, белое, без отдушки, без запаха, без ничего, потому что масло, если оно, не дай бог, попадет на феромон, то оно, ну, как бы, просто поглотится, потому что феромон, по сути, это тоже масло, это западные духи. Так, отлично, еще вопросы. Пока еще все не разошлись, я хотел бы отметить, что у нас компания биозащита побила рекорд по зрителям, так что, я думаю, предусмотрим за это отдельную благодарность на грамоту, за то, что они проявили себя, на ее собрали самую крупную аудиторию, все понятно, что это заслуги, конечно, предыдущих тоже, спикеров, которые накапливали, так скажем, людей, но в целом, все выстрелили именно на тебе, Володь, так что биозащита, спасибо большое, отдельный, будет, благодарность на грамот, за помощь, участие, так как у вас уже собралось, в Дагестан, сколько у вас собралось, 122, что ли, сейчас человек всего присутствовал, вопрос, когда в Дагестан, как карантин закончится, можем приехать, вопрос, была бы в Дагестане работа, ну, как не работа, как это сказать, групповая, группа, активная группа, ну, короче, соберите группу людей, потому что, чем мне нравится, вот я ездил в район Чечни, там есть Кахун, в Дагестан, вы очень достаточно командные игроки, я думаю, вот в этих районах первые тепличные поселения, которые поборятся с тутой, потому что там один узнал, собрал всех друзей, и я там пришел, я был в шоке, потому что пригласил меня один человек, я к нему пришел в гости, а там сидит 20 человек, бородатых, здоровых таких, и смотрят меня, говорят, учи нас, а я, я же страшно встала, я думаю, куда я приехал, ну, я как-то вошел в кураж, там что-то рассказы, а мне потом коллеги рассказывают, говорят, это надо было снимать на видео, ну, там просто по их правилам нельзя снимать, нельзя создавать подобные образы, я там до конца-то не понял, но это, я, Камил, уже говорил, да, про эту группу, просто надо включить, вот у вас есть телефон мобильный, сейчас на экране, включите, пожалуйста, Владимира, группу, потому что там была как раз тема, сейчас пробила крылку, по-моему, сейчас много еще писали, так, вопрос еще, не ответили мы, Игорь переживает, значит, слышал, что кремниевые препараты уплотняют стенку растений, можно ли использовать их для поднятия иммунитета растений, чтобы механические вредители тяжелее было поражать растения? У меня в этом году, ну, я слышал об этом, где-то 4 года назад рассказывали в Каменке, чтобы не говорили про частный рынок, он очень интересен, опытный, потому что вот где-где, но там опыта больше всего, и человек, с которым я работал, тоже уже 3 года по биометоду, тоже он в этом году использовал на основе не кремния, то там интересно, у него получился опыт, трипс реально плохо развивался, но это вопрос не туты, туты все равно, она залезет, я думаю, там ее, а вот именно сосущие, колющие сосущие вредители, которым надо проколоть и пить, то там оно сдерживает, но чудо не происходит, как бы они адаптируются, это не супер, оно чуть-чуть замедляет, поэтому тут вопрос, то, что может быть ожог, и самое главное, будет старение листьев, продукция начнет более такая жесткая быть, ну, сами даже огурцы, оно будет твердое, и еще, знаете, что, поэтому, тут преимущество больше не переделать, но будет польза по болезням, потому что тем же, это самое мучнистая, если будет хуже прорасти, оно идет больше против вот этих микробиологических, потому что иммунитет растений, он усиливает, заломы и все остальное. Продолжаются у нас, какие препараты, посоветуете для ликвидации, против тут, с использованием биоматериала, одного горячего тумана, мокрой обработки, холодного тумана? Ну, смотрите, я вот общался, мне, ну, посоветовали, добрые люди, им большое спасибо за помощь, что, у них никакая химия уже не работала, и они спаслись серой, не жили, сколько-то там тонн серы, но это специально надо высушивать теплицу, и оно убивает, потом еще делают дихлофоз, он, в принципе, у него преимущество, что он через две недели распадается, а вот эти сильные препараты, вам нужно выбирать такие препараты, которые, во-первых, заложить опыт до ликвидации, за месяц, за два, понять, работает они вообще или нет, ну, на живой еще, заложить просто опыты, первая рекомендация, тестируйте, найдите ту смесь, которая хорошо убьет, и потом делайте, но когда будете делать обработку, понимайте, что вам надо, чтобы когда вы будете запускать теплицу, чтобы не было негативного химического фона, ну, если вы планируете использовать биологию, там, макролопусы и все, а так, какие препараты, это отдельную рекомендацию, мы пишем, тут нас мучают, напишите нам детально пошаговые рекомендации, мы пишем, хотя, как я могу написать пошаговую рекомендацию, агроному, который находится в моменте, который знает, как его устроена теплица, какие у него есть оборудования, что у него работает, что не работает, мы можем дать базу, мы можем дать какие-то идеи, но, если вам дадут точные пошаговые, это все по телефону надо, ну, давайте повторять то, что вам нас советуют фирмачи, это очень опасно, когда, надо всегда рассчитывать, потому что спросят защитника, в первую очередь, можно банально где-то запятую не услышать, в концентрации, когда советуют сжечь все, не там просто вам сказали что-то, это была ошибка. Дальше, какие могут быть причины, по которым тут авиру может не сработать, частная теплица пленочная? Какие могут быть причины? Во-первых, если использовалась медь содержащий, серебро содержащий, какие-то препараты, которые, ну, абсорбируют и меняют структуру белкового копсида, это вот вирус, он состоит из двух частиц, та, которая присоединяется к клетке хозяину, и внутренняя часть, которая впрыскивается, это генетический материал, который уже потом в клетке, там, начинает все бурлить, и клетка превращается в завод по производству вирусов. И вот этот копсид, он настроил под определенный рецептор в этой клетке, он только эту, это может, и всякие тяжелые металлы, там, серебро, оно меняет структуру, ну, у нас есть препарат, аргентом, он как раз идет профилактика вирусной инфекции, очень классно себя показывает на огурце, люди там каждую неделю его чуть-чуть добавляют, за счет этого у них огурцы прекрасно растут, несмотря на то, что фон для создания вирусной инфекции достаточно благоприятный, то вот эти вирусы, ну, серебро, оно меняет структуру вирусов, и плохих, и хороших, как бы тут все равно. Белок поменял чуть структуру, все, он будет, не может уже присоединиться, и перестал работать. Вирусные частички остались, но они уже, как бы ключ не подходит к скважине. Вторая причина, очень высокая была концентрация солнца, и обработывали. Третья причина, если нету сеток, и вокруг вас находится большое количество проблемы, потому что, когда у вас нет сеток, у вас популяция, не только ваша теплица, у вас популяция, это все вокруг, это многомиллиардная популяция тут. И когда вы даже у себя в теплице сделали тутавиром, вы его заразили, да, у вас часть гусениц погибла, но при этом у вас каждый день туда налетели миллионы этих тут, и эффективность нулевая. Она как бы есть, но она растворяется, это знаете, как что-то... Поэтому... Какие еще? Там надо разбираться, это все по телефону... А вот это вот не может быть причиной? Что? Вот это вот, то, что я на экране показал, не может быть причиной, то, что ты рассказывал? Нет, смотри, бутавир, он делается, в принципе, по технологии, на вот этой средней, на как раз потата, на картофельной моле. Скорее всего, это технологическое решение, потому что выращивать и для производства в эти институты очень дорого. А выращивать на картофеле какую-то тут, мне кажется, это попроще. Поэтому, я думаю, на этом мы не знаем, как его производить, но делается он именно из картофеля. И вот эти вирусы, допустим, Helicavix, он работает по всем Helicavir, по всем совкам, их там 5 видов, он по всем им работает. По тутовирусу, он по этой группе вирус по всеми работает. А тутовиры могут. Ну, скорее всего, отсутствие сеток, завет из дни и тутовиром работает, когда у вас мало, ну, им надо работать в самом начале, я вот за это и говорю. Если уже проблема много, он бабочку не убьет. Он заражает маленьких-маленьких гусениц, они заражают не пьет. И представьте, когда, это как, знаете, убить саранчу. Маленькую саранчу легко убить. А когда у вас идет облако саранчи, там уже все это катаклизм, просто ждать, пока не умрут, сидят все, и там, бегать их кровить, это можно, конечно, списать госбюджет какой-то на борьбу с саранчой, но это все бессмысленно. Поэтому не допускать вот этого облака надо. А если оно есть, то тогда отрезаться от него, во-первых, метками, вывешивать все дешевыми количествами световой шлавнишек, выбить всю беду всю ночь, и потом уже тутовирование трихограммой вот этой, из-за этого, ну, как бы, бить вот в ту часть популяции растущую, чтобы у вас в дезориентировании самцов не было яиц, заражаешь, в принципе, вся эта пирамида популяции, и трихограмма выбивала яиц. Макролофус, если вокруг облако, это значит, все вокруг травят, потому что облако, это значит, много химии. Если не с ним, значит, в облако нет. Ну, туты. Это, скорее всего, главная проблема, все неразумно используют пестициды, и у вас там бешеный бутант тут абсолютно, который такой, раз, вошедший, летает, дайте мне еще. Мне понравилось таки. Тут абсолютно наркоман пестицидный. Против соски тут, наверное, действуют? Против соски. Хеликовек. Ну, это есть. У них линейка вирусов очень много. Ну, тут, это, конечно, недостаток. Вычитай, это препарат против минерал, такие, как тут абсолютно. Против, действуют препараты. Без листы вы лучше. Без листы. Без листы. Тебе тут огромное количество благодарностей и сыпется, поэтому больше почитать потом все отдельно. Вот, сейчас небольшое. Новость опубликовали, не знаю, знаете, не знает уже из Дагестана, кто здесь нас слушает. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в целях содействия реализации сезонной продукции, производимой республиканскими сельскохозяйственными товаропроизводителями в торговых сетях и на рынках Республики Дагестан и Российская Федерация формирует реестр потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции. Вас решили посчитать всех все-таки. Все-таки, все-таки хотят вас всех посчитать официально, записать. Пусть считают. Кстати, тоже интересно, потому что на рынке каждый божий год появляются новые компании и это серьезная проблема. И когда раньше нас было три, Копперт, Биобест и мы, то это было легко. А сейчас, если посчитать, 25 компаний и приезжаешь в защитнику, он сидит, у него телефон красный, ему некогда культуру защищать, ему все звонят и что-то хотят продать. И разобраться реально, у кого нормальное, а у кого нет, очень сложно, потому что там написано латынь, макролофус, что тут написано латынь, макролофус, только это стоит тысячу рублей, а это стоит пять тысяч рублей. В чем разница, непонятно. Просто в Дагестане это было, в результате. Можно купить за тысячу рублей кучу всего, но результат получится не сильно хороший. Можно потратить пять тысяч, получить консультации, сделать все по уму, и будет все хорошо. Ну вот же, до кадра же проходит выставка. Да, мы там были в прошлом году. Да, да. Так, ну что, Володь, все рекорды побил и по посещаемости и по времени такой. У нас мешил. Спасибо большое. Спасибо. Тебе огромное, ты сделал колоссальную работу, ты заменил кучу мероприятий, на которые мы не поехали. В прошлом году в этот момент мы уже были в Амстердаме, мы уже были в Москве, мы были на конференциях, сейчас вот коронавирус все закрыл, я прекрасно, я, кстати, благодарен коронавирусу за то, что я провел большое количество времени с семьей, с долькой, но проблема, конечно, жалко, что люди остались как бы сами со своими проблемами и то, что люди погибают от этого коронавируса, это беда. Поэтому всем здоровья, всем счастья, держите свой иммунитет по максимуму. Не торопись, вопрос еще возник, не отпускаю тебя. Миссидиокарис эффективен против кунты? Или лучше, или... Конечно, эффективен. Ниссидиокарис лучше ли у макролофуса? Он против всего эффективен. Лучше ли у макролофуса или нет? Он не лучше макролофуса. Ниссидиокарис это редко, ну, как бы, есть сейчас люди, тестируют, играют с огнем, работают. Это делают высокопрофессиональные специалисты, которые, ну, я нормально, я без сарказма, которые очень хорошо знают биологию и ниссидиокариса, и тут, ну, это мой хороший знакомый, у него есть положительный эффект по ниссидиокарису. Это один человек, я знаю. И я, ну, то, что он говорит, я уверен. Но основная масса людей, которые продают этого ниссидиокариса, они потом страдают, потому что, ну, большинство комбинатов, к сожалению, за счет быстрого развития нету команды мониторинга или она не настроена. И там не то, что за ниссидиокарисом следить, там за вредителями не успевают следить. А ниссидиокарис чуть-чуть упустил, все, он сожрал верхушку, он сожрал кистики, пошли убытки. Он ест помидоры. Там разница в чем? Вот простая. Вот у нас растение, ну, с ниссидиокарис, с белокрылкой, и вот с белокрылкой. Два растения. Мы выселяем ниссидиокарис. Вот здесь он наложил кучу яиц, родился, и съел всю белокрылку. И он не перелетает сюда в поисках другой белокрылкой. Тут дальше плодится белокрылка, или тута. Он начинает засасывать растение, он там повреждается. Получаются такие фиолетовые кольца, из-за которых, когда человек подкручивает, оно ломается вот в этом изгибе. Потому что для того, чтобы попить сок, ну, насекомые, как и пауки, они прокалывают, выделяют туда определенные ферменты. Ферменты растворяют чуть-чуть растительные стоки, они потом это пьют. И растение томата реагирует так, что, ну, идет такое фиолетовое кольцо, пористое, и оно ломается, оно теряет вот эту эластичность, становится хрупкое. Поэтому, а макролофос, он тут белокрылку съел, и он перелетает сюда в поисках. Поэтому он очень мобильный летает. Ну, низидиокорис, не знаю, может быть, вот в Дагестане попробовать низидиокориса с точки зрения того, что, и мне как рассказывали, низидиокорис работает в пленочных теплицах, где открытые бока, где ему есть возможность куда-то улетать. И, грубо говоря, вы когда делаете обработку, часть его погибает в теплице, часть разлетается от этой обработки, более-менее он работает. Но если в промышленных теплицах ультрасовременных используются очень опасно. одна голова поломали, это вы потеряли месяц-два. Тесть поломали, вы потеряли килограмм. А упустили момент, у вас все, он там засосал. Зачем, если есть макролокус? Да, с ним сложнее, у нас там кормить, носиться с ним, химию там подбирать, не покупать поддельную супер дешевую химию. Это вопрос такой. Интересный, низидиокорис, надо с ним смотреть, но лично мое мнение, я бы он не прав. Зачем играть с огнем? Так, ну, что, какие вопросы еще будут? Если, если вопрос не успели задать, или что-то не так, ответить о них в полном объеме. Телефоны, то это WhatsApp и e-mail, и все написано, сайты, фотографию сделайте. А, заходите, мы, кстати, обновили сайт, мы сейчас его открываем, раздел за разделом, пишем информацию, и нам нужны посещения, я говорю, как есть. Смотрите за тем, как мы развиваемся, как дополняем информацию, потому что мы не только био, у нас есть еще и броны, и обследователи, и программное обеспечение, и вот это серебро, за который я говорил, за клипсаторы, у нас команда большая, направлений много, поэтому, честно, когда готовился, там, продуктам столько много, что мы уже сами не успеваем их изучать нормально. Сейчас, за счет того, что дома сидим, появилось время. А раньше, когда в командировках, летишь с выставки на выставке, от комбината до комбината, подоговаривался, потому что тебе люди сказали, что это хороший продукт, найдите, чтобы вы могли нам его привозить. Мы договорились, а до конца времени, чтобы изучить его, у нас нету, потому что вечно, как бешеная собака, летишь куда-то. Поэтому, сайт нам сейчас очень помогает, мы хоть структурируем информацию, и если вы будете задавать вопросы, там, то это было хорошо. биогрупп.нет, пользуясь моментом, рекомендуется. Да, давайте закачивать, а то у меня уже голос подходит. Я с радостью. Спасибо большое, что посетили мероприятие, все, кто смотрел, все, кто дождался до самого конца. Я думаю, надо будет провести нам еще с биозащитой ни одно мероприятие, совместно можем, мы поможем с точки зрения организации, тоже, я думаю, может быть, пригласим еще какие-нибудь компании, тоже чисто по защите, например, как вам такой вариант провести чисто по защите целых семинаров? У нас партнеров, которые детально знают свой продукт. Тот же Антон, тот же Плантасист, мы можем сделать вот такой же марафон, потому что можно даже там не по три спикера, а по два. И дитально расходят проблемы. Можно разойтись по вредителям. Мы всегда, мы за любой кипиш. Отлично. Ну, тогда, я думаю, через недели три устроим еще один мероприятие. Отлично. Чисто для защитников, да, сделаем? Все, спасибо. Спасибо большое, кто бы остался с нами до самого конца. Спасибо большое, Володь, за интересный большой доклад, такой емкий. То, что мы тебе говорили, что надо будет отдельно биозащиту отметить как самую посещаемую компанию, если завтра вас никто не перебьет, я думаю, вы будете самым посещаемым. Так что спасибо большое, спасибо, что уделили весь день, были с нами. И до завтра. Завтра нас еще ждет три мероприятия. Смотрите за распространением. Всем пока. Всего доброго. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok